Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня в моих руках модель под названием Lenovo A800. Очень интересный аппарат за свои деньги. Цена в нашем магазине составляет на момент записи обзора 1100 гривен. Модель имеет двухъядерный процессор, 4,5 дюймов дисплей. Это оригинальный Lenovo, очень интересный корпус. Давайте сначала посмотрим комплектацию нашу, а потом будем рассматривать наш смартфон. Поставляется модель вот в такой вот коробке. Вот такие вот опознавательные знаки есть. В принципе, коробка у нас стандартная, ничего особенного. В комплекте у нас есть только вот такая вот зарядка. Обязательно ложим переходничок, microUSB кабель и гарнитура в комплект. Больше ничего нет, остальные просто пакетики. Итак, переходим к нашему смартфону непосредственно. Модель имеет, как я уже говорил, 4,5 дюймов дисплей. Он довольно-таки тонкий, небольшой. Сзади интересная такая крышечка. Она очень такая профилированная. Очень интересная на ощупь, очень нравится. Смартфон удобно лежит в руке. Кнопка, качелька громкости вот здесь. То есть, я привык, что оно вот здесь. Или тут кнопка включения, тут качелька громкости. В принципе, тут кнопка включения расположена сверху. Тоже нормально, но в принципе, обычно я люблю, чтобы была вот здесь, с этого бока. Спереди у нас есть три сенсорных кнопки. Они подсвечиваются. Меню домой-назад. Логотип Lenovo непосредственно. Фронтальные камеры в данной модели нет. Здесь у нас датчик приближения, датчик освещенности. Сверху кнопка включения. Микро-USB разъем и разъем под наушники. Снизу нет ничего, кроме каемочки для вскрытия задней крышки. Заднюю крышку мы также вскроем. Посмотрим. Аккумулятор у нас на 2000 мАч. Две симки, две больших стандартных сим-карты. Разъем под microSD карточку. И камера у нас с автофокусом на 5 мегапикселей. Фронтальной камеры, как я уже говорил, нет. И давайте рассмотрим непосредственно нашу модель. Значит, начнем обзор по привычке с программки Antutu. Давайте посмотрим, что там он у нас показал. Какие баллы набрал. Что вообще из технических характеристик данной модели. Значит, набирает данная модель... Чуть позже расскажу об этом. Значит, процессор у модели MTK6577 турбированный. Графический ускоритель PowerSGX531. Это, в принципе, стандартный графический ускоритель для того процессора. 5-мегапиксельная камера. 800 на 480 разрешение экрана у нас. Идет у нас оперативки всего лишь 512 мегабайт. И встроенная память у нас 4 гигабайта. Примерно 2 гигабайта доступна для пользования. Двухъядерный у нас процессор. Частота процессора у нас 1,2 ГГц. Андроид у нас 4,04. Как я уже говорил, 4,5 дюймов дисплей. У нас здесь обычная TFT-матрица. Здесь нету никакого IPS-а, потому что, ну, немножко не того уровня телефон. И давайте посмотрим, сколько баллов набирает данная модель в программке Antutu. Набирает данная модель в четвертом Antutu 9137 баллов. В принципе, это очень хороший результат для двухъядерной платформы. Ну и давайте кратко просто пробежимся. Просмотрите, за что начисляет Antutu вот эти вот баллы. Кому нужно будет остановить там, сделайте стоп. Из датчиков, которые присутствуют в данной модели, давайте посмотрим этот момент через программку Z-Device Test, которую мы скачаем через Play Market. Я вам покажу, что Play Market тоже рабочий. И пока буду скачивать, скажу пару слов о прошивке. Прошивка здесь идет не заводская. С завода они идут англоязычные. Мы ставили, переустанавливали эту прошивку. Она полностью русифицирована. Ну, может быть, в некоторых местах где-то проскакивают какие-то моменты нерусифицированные. Но в целом прошивка работает довольно-таки быстро, шустро и достойно. Z-Device Test. Значит, из датчиков у нас есть рабочий GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Есть у нас датчик освещенности, датчик приближения. Обязательно есть акселерометр. По поводу акселерометра тоже пару слов скажу. Никаких гироскопов, ничего в данной модели нет. И я покажу вам, насколько хорошо работает аккумулятор. Во-первых, мультитач. Мультитач у нас пятиточечный аккумулятор. Я тестировал данную модель. В принципе, вот результат сохранился. 575 баллов. Это достойный результат. Напоминаю, что аккумулятор здесь стоит 2000 мАч. То есть, по факту, работы данной модели хватит на 2-3 дня без подзарядки. Это довольно-таки много. И Lenovo никогда не обманывает своих покупателей в плане емкости своих аккумуляторов. Возвращаемся к прошивке. Прошивка у нас русскоязычная. Вот здесь есть сверху различные настройки по энергосбережению стандартная. Lenovo автоповорот, таймер отключения, яркость. Ну, в принципе, все стандартно. Вот меню внутри телефона. Его настройки все основные. Все полностью на русском языке. Поэтому проблем с этим никаких не будет. Бак прошивки. Вот на данный момент функция автоповорот работает. Я могу это показать, допустим, только в камере. Доказать это. Вот обращаем внимание на значки. Вот видите, они переворачиваются. И значок камеры. Но, когда мне нужно, допустим, перевернуть сообщение, допустим, набор текста, то он почему-то мне не переворачивается. Так же само и в интернет-браузере. В интернет-браузере тоже почему-то картинка не переворачивается. Но это сугубо баг прошивки. Вот, видите? Не переворачивается. Ладно, идем дальше. Экран у нас 4,5 дюймов. Он TFT-шная матрица. То есть, здесь нету никакого IPS-а. Углы обзора можете наблюдать сами. Я вам сейчас это продемонстрирую. То есть, видите, что как только уходит экранчик под другим углом. Во-первых, я еще снимаю днем. И на улице, на улице вот облака вы видите в отражении возле окна. Поэтому, ну, экран для солнечной погоды будет, наверное, немножко некомфортно. Ну, либо нужно будет вот так вот всматриваться в него и смотреть, что же там. Так, по сочности картинок довольно-таки хороший экран. То есть, если смотреть под прямыми углами, в принципе, ну, отличный. По поводу видео. В видео данная модель воспроизводит. Вот у меня есть ролик, записанный в формате 720p. Он его кушает нормально. Он его воспроизводит. Звук, кстати, очень хороший, очень громкий. Но если я включаю видео формата МКВ и формата 1080p, то данная модель не хочет. Я, как бы, не заморачивался особо с кодеками различными. Но он не хочет воспроизводить, как бы мы этого не хотели. Вот через MX Player. Оно воспроизводит. Звук есть, а видео нет. То есть, ну, возможно, нужно устанавливать какие-то кодеки для данной модели. Работа браузера, работа YouTube. Тут все без проблем. Могу это продемонстрировать. То есть, ну, смартфон имеет двухъядерный процессор, подключен к Wi-Fi. Что ему еще нужно для нормальной работы. Мультитач работает. То есть, довольно-таки шустро, быстро. Ну, как бы, как все, как и должно быть. Сайты прогружаются нормально. Скроллинг по сайтам тоже довольно-таки нормальный. Сейчас он прогрузится немножко. Вот, плавный скроллинг, мультитач работает. Подгружается картинка эта. Сейчас подгрузится. Ждем. У нас двухъядерный процессор, а не четырехъядерный. Не забываем об этом. Вот, прогрузилось все. YouTube также у нас работает отлично. Давайте посмотрим и этот момент. Здравствуйте, уважаемые друзья. Хочу сегодня записать для вас распаковку модели. Новые модели от компании THL. Под названием THL. Да, здесь и турбированный процессор, и там экраны. То есть, звук у данной модели шикарный. Тут вот есть такая отметка Smart Music. Скорее всего, это означает, что модель как-то по-особому запилена для звука, для воспроизведения и по внешнему динамику. Довольно-таки громкий, чистый звук. И хорошо играет звук в наушниках. Несмотря на то, что модель имеет двухъядерный процессор, он уже турбированный. То есть, тогда это вышли такие экраны, точнее, такие процессора. Да, это были максимальная производительность среди китайцев. А поэтому абсолютно все современные игры, будь то Real Racing или Modern Combat 4 или NFS Most Wanted, они идут без проблем. Давайте посмотрим и на это. Субтитры создавал DimaTorzok. Камера у смартфона 5-мегапиксельная. Я сделаю обязательно снимки тестовые. Есть у нас рабочий автофокус. Могу вам продемонстрировать зарядку. Вот этот вот объект. Ну, автофокус у нас работает. Но, скажем так... Не тянет это на 5 реальных мегапикселей. Размытая фотография. То есть, вы это все сами видите. Я еще сделаю пару фотографий. Посмотрите на этот весь момент. GPS. У меня не зря стоит на VTEL. У меня не зря стоит на смартфоне программки GPS Test. Я обычно тестирую GPS по-всякому. То есть, во всех разных самых программках. Что могу сказать? GPS словит, но не молниеносно. То есть, для того, чтобы словил, потребовалось у меня некоторое время. Ну, и вот у меня есть два скриншота с навителовской программки. Вот такой... Ну, вот он словил уже три спутника. Он их зафиксировал. И, в принципе, определил местоположение. Что уже есть неплохо. Если бы продержал я его чуточку дольше, то он бы словил и больше спутника. Я в этом уверен. Что ж, давайте подводить итог. Lenovo A800 получился очень интересный смартфон у нас. У производителя, точнее. А мы его только продаем. Корпус по корпусу. Нареканий никаких нет. Сзади очень интересная крышка. Спереди стекло. Вот такая вот пупырчатая у меня пленка. Я ее не хочу снимать. Три сенсорных кнопки. Механические кнопки, в принципе, довольно-таки удобные. Но мне хотелось бы, чтобы была кнопка включения и выключения здесь. Работоспособность, скорость работы. В принципе, все отлично здесь. Тоже у меня не возникает никаких нареканий. Если хотите поиграть в современные игры типа Real Racing, то можно смело покупать. Единственное, что графика будет, скажем так, не сильно навороченной, не сильно последней. Но, тем не менее, физика будет сохранена. Камера слабенькая. GPS работает. Две сим-карты. Фронтальной камеры нет. Вот, в принципе, и все, что могу сказать. А, ну и еще и хороший аккумулятор на 2000 мАч. FFT-шная матрица. В принципе, все. Я закончил. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайк, если нравятся мои обзоры. И подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok